МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Анна Свидовская. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные новости региона. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Мы работали в удовольствие, учились в удовольствие. Белгородских выпускников, сдавших ЕГЭ на «Отлично», отметили губернаторскими наградами. В чем секрет успеха и куда ребята планируют поступать? Нам есть, и он пришел, и сделали тебе все, и флюорографию, и все, что хочешь. Принимают и узкие специалисты. Один из поездов здоровья работает в Карачанском районе. Аптечка эта более укомплектованная, и она находится в руках специалистов-спасателей, которые при необходимости окажут первую помощь населению. Главное – внимание безопасности, и не только на воде. Свои условия диктует и оперативная обстановка. Какие дополнительные меры приняты на городских пляжах? Яркое солнце. Столбик термометра стабильно превышает отметку в 30 градусов. Чем опасна аномальная жара? И как отличить солнечный удар от теплового? Узнаем у гостя в студии. Подробности далее в начале об успехах белгородских выпускников. 75 школьников сдали единый госэкзамен на «Отлично». Это на 23 человека больше, чем в прошлом году. Сегодня на торжественной церемонии глава региона Вячеслав Гладков вручил им награды. Эмоции ребят, секреты высоких результатов и планы на будущее – в следующем сюжете. Маргарита Уберия свою сотню получила по литературе. Девушка доказала – к ЕГЭ реально подготовиться без репетиторов. С книгами на «Ты» с детства. Уже во втором классе осилила толкиновского «Властелина колец». Наверное, у нее врожденная тяга к знаниям, потому что как только она смогла взять книгу в руки, сначала картинки, естественно, потом читать. И так она с книгой под мышкой все время ходила. Когда мы увидели результат 100 баллов, мы как закричали. Я думаю, что и соседи слышали на улице. Мы очень радовались. Секрет просто, делится Маргарита. Надо любить то, что делаешь. Впускница принимала активное участие в конкурсах и олимпиадах. Вместе с педагогом разбирала произведения на уроках. Не ради оценки, для себя. Мы работали в удовольствие, учились в удовольствие. Если ученик заинтересован в своих результатах, если ему нравится, мне кажется, в любом формате он будет учиться. Пример Галины Осейновой вдохновил Маргариту. Девушка решила стать педагогом. Я знаю, что это очень непросто. Я вижу это по моим учителям. Но у меня перед глазами было множество отличных примеров. Учителей, которые любят свою работу, которые горят этим. Я сама люблю детей. Мне нравится кому-то что-то объяснять. И я люблю русский язык, литературу. Хочу отдавать эту любовь другим людям. Выпускники и преподаватели, которые помогали готовиться к экзаменам, получили благодарственные письма и денежные сертификаты на сумму 50 тысяч рублей. А те, кто набрал максимальное количество баллов сразу по двум предметам, на 100 тысяч. Кроме того, 74% детей с приграничей, у которых была возможность получить аттестат без экзамена, все же решили пройти испытание. 49 человек сделали это на отлично. Молодежь у нас очень сильная. А что вам предстоит в будущей взрослой жизни, уже вы, мне кажется, практически все испытали. Вы оцениваете ситуацию, вы формируете карту рисков, вы оцениваете свои возможности и принимаете, самое главное, верные решения. Потому что если бы этого не было, вас бы не было в этом зале. Поэтому уверен, что во взрослой жизни вас ждут только победы. Вы большие молодцы, вы реально крутые. Анна Свидовская, Евгений Цапков. Программа «Такой день» на Мире Белогурья. Перенесемся в Карачанский район. Там, в селе Дальний Игуменко, на этой неделе работает один из поездов здоровья. Какие обследования проходят посетители? Как выстроена работа мобильного комплекса? И что говорят о нем сами жители? В сюжете Маргариты Аксеновой. Валентина Ивановна проверяла здоровье в мобильном комплексе и в прошлом году, но сделала не все обследования. В этот раз записалась заранее. Да и систему приема усовершенствовали. После общего осмотра в случае необходимости отправляют к узким специалистам. Они приезжают в определенные дни. Для комфорта селян график сформирован и можно выбрать удобное время, чтобы не скапливалось очередей. Особенно в такую жаркую погоду. Я проходила просто янеколог, проходила и проходила флюорографию. И в этом году решила пройти. Очень хорошо, что придет, ты никуда не едешь, ничего на месте. Ты пришел и сделали тебе все, и флюорографию, и все, что хочешь. В среднем в день медицинский комплекс посещает 30 человек. В одном составе расположились три врачебных кабинета. Во втором – оборудование для рентгенологических исследований. Во вторник было у нас УЗИ сосудов шеи и сердца. В пятницу у нас будет хирург и невролог принимать. Проводим комплексное обследование. Это подразумевает флюорографическое исследование, маммография. Женщинам обязательно с 39 лет проводится. Гинеколог у нас принимает каждый день. Стоматолог принимает каждый день. Делается скрининговое исследование. Это крови, холестерин и сахар экспресс-методом берем. Терапевт принимает, делаем ЭКГ. В первую очередь все направлено на выявление онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний. За несколько дней работы мобильного пункта в этом селе у одной женщины выявили подозрение на онкологию. Ее отправили на дальнейшее обследование. Своевременная диагностика позволяет распознать болезнь на ранних стадиях, а значит эффективнее с ней бороться. Маргарита Аксенова, Александр Сысоев. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. В Волойском округе сотрудники торговых объектов, которые работают на приграничных территориях муниципалитета, прошли обучение по оказанию первой помощи. Лекцию и практику провели санинструкторы местного батальона территориальной самообороны. Показали, каким образом зафиксировать жгут при различных ранениях, как правильно наложить кровоостанавливающую повязку, оказать помощь себе, используя подручные средства. Все манипуляции отработали на практике. Действия, которые могут спасти жизнь, необходимо довести до автоматизма, уверены специалисты. Стараемся меньше употреблять медицинских терминов, больше по-простому. И это оказание непосредственно первой помощи при кровотечении. То есть жгуты, турникеты, бинты. Ну, немножко касаемся ранения брюшной полости, головы, легкого. Проводили, наверное, осенью, я не помню, в соседней деревне нашей. Несколько раз мы были, очередной раз подходит мужчина, так уже 60+, было маленькое ранение в ногу. И он вспомнил, говорит, со страха все вспомнил, чего рассказывали, говорил спасибо. Вот, был такой случай. Напомним, подобные курсы для продавцов в приграничье организуют по поручению губернатора. Сотрудники магазинов могут помочь землякам в случае атак со стороны ВСУ. Ведь торговые точки в селах – это нередко места скопления жителей. Продолжаем. Позади первый месяц купального сезона. За это время спасатели уже оказали помощь 15 отдыхающим, в том числе двум детям. Главное – внимание безопасности и не только на воде. Свои условия диктует и оперативная обстановка. На шести городских пляжах установили дополнительные модульные укрытия. В случае же объявления тревоги дежурные на вышках по громкой связи повестят людей на пляже. В плане дополнительного информирования граждан о ракетной опасности, о воздушной опасности. У каждого спасателя в руках имеется мегафон. Они дублируют поступающую команду с гражданами. Тот, кто не услышал, кто находится в воде, не получает дополнительную команду. Вместе с отдыхающими следуют в укрытие. В местах, оборудованных для купания, постоянно дежурят 60 спасателей. Это на 18 больше, чем в прошлом году. Все сотрудники прошли обучение по оказанию первой помощи. Из резервного фонда администрации Белгорода выделили более 5 миллионов рублей на приобретение аптечек двух типов, которыми также оснастили наблюдательные и медицинские пункты. Несколько десятков аптечек это чисто для спасателей. Аптечка эта более укомплектованная и она находится в руках специалистов-спасателей, которые при необходимости окажут первую помощь населению. В последние дни в Белгородской области держится сильная жара. Столбик термометра стабильно поднимается выше 30 градусов, достигает и 34. Однако самой высокой нынешняя температура не является. Рекорд по-прежнему сохраняется за 2010 годом, когда летом воздух прогрелся до 37. Будет ли весь июль настолько горячим и откуда пришли циклоны? Об этом нам рассказала синоптик Белгородского гидромедцентра Людмила Дятлова. Продвижется она, конечно, недолго. В выходные дни уже ожидается немножко попрохладнее на 5-6 градусов. Возможно, пройдут где-то и дождики. Но, в общем-то, на следующей неделе все равно сохранится жаркая погода. С 12 дня до 18 часов. Это самые опасные такие вот температуры, которые могут повлиять на состояние человека. У нас периферия антициклона, но это область повышенного давления. Вот мы как раз вот на периферии этого антициклона находимся. Потоки у нас как раз вот идут с востока и юго-востока. Вот поэтому у нас и стоит вот эта такая жара. С Казахстана идет эта жара. Кто-то любит жару, другие нет. Но такая аномальная температура отражается на самочувствии и даже может привести к серьезным нарушениям здоровья. В зоне риска, например, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями нервной системы. При каких симптомах стоит немедленно обратиться врачу и, главное, как уберечь себя от последствий летнего зноя? Узнаем у Дарьи Яковлевой, врача-терапевта областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Здравствуйте, Дарья Дмитриевна. Здравствуйте. А вот поделитесь, что предпочитаете вы, вот такую жаркую погоду или более низкие температуры? Мне, как человеку наших средних широт, более комфортна, конечно, средняя температура от 10 до 24 градусов, как, в принципе, и всем нам, потому что мы родились в таком климате, мы к нему привыкли, более адаптированы. Более высокие температуры тяжелее переносятся для каждого человека. А вот чем конкретно опасна вот такая аномальная жара и какая температура для организма человека вот более оптимальна? Такая жара опасна тем, что вызывает перегрев организма в целом, нарушая все системы регуляции. Человек чувствует слабость, головокружение, тошноту. Более комфортная температура для жизни – это до 24 градусов, ну, максимум до 30. Ну, вот 30 уже совсем тяжело. Как избежать рисков для здоровья? Вот какие можете рекомендации дать? Лучше всего находиться не на улице, а дома в те часы, когда температура максимально высокая. Это с 11 часов дня до 5 вечера в среднем. Лучше, если вы занимаетесь спортом или вам нужно куда-то идти долгое время, лучше это отложить на утренние часы или на вечер. А что касается одежды, продуктов питания? По одежде лучше выбирать вещи из натуральных тканей, которые обладают хорошей вентиляцией, которые не нарушают отведение пота, такие как лен, хлопок. Одежда должна быть свободной. Есть два понятия – солнечный удар и тепловой удар. В чем разница? Что опаснее? Оба понятия между собой очень взаимосвязаны, так как при тепловом ударе у нас идет перегрев всего организма в целом. При солнечном ударе идет воздействие ультрафиолета на зоны головного мозга, а также тепловой перегрев, то есть два вместе. Получается, что солнечный все-таки опаснее, чем тепловой. Но опять же, тут зависит от того, сколько времени организм подвергался негативному воздействию. Если все же стало плохо, как понять, что нужно незамедлительно обращаться к врачу? По каким признакам? Есть несколько стадий. Самое легкое – это когда вы чувствуете легкую слабость, утомляемость и легкое головокружение. В таком случае вам надо немедленно уйти в тень, а лучше в холодное помещение и больше выпить воды. Если же вы чувствуете, что у вас начинается тошнота и настолько теряется координация, что у вас шатает, тут уже более опасные симптомы. Еще хуже, когда развивается рвота, судороги, и вы чувствуете, что вам не хватает воздуха, нарушения ритма и чувства страха, в таких случаях тут без медицинской помощи не обойтись. Следует обратиться к врачу. А как оказать первую помощь человеку, который получил солнечный или тепловой удар? И вообще, стоит ли это делать? Или лучше все-таки дождаться приезда врача? Мы можем вызвать врача, если человек в совсем плохом состоянии. Вы видите, что вы не можете достучаться до него, то есть он не отвечает на ваши вопросы, он не фокусирует взгляд. Обязательно вызываем скорую. Ну и первую помощь мы тоже можем оказать, не стоит ждать. Отвести человека в темное место, без солнца, дать ему воды. Если на нем много теплой одежды, ее нужно снять, чтобы была лучше вентиляция. И желательно его также попрыскать холодной водой из пульверизатора, ну или хотя бы просто полить водичкой, попрыскать, чтобы было больше испарения влаги и организм охлаждался. Сейчас практически каждый второй занимается спортом. В жаркую погоду это не вредно? И может быть, есть какие-то конкретные виды, которыми можно заниматься, а какими-то нельзя? В жаркую погоду заниматься спортом можно в ранние утренние часы или совсем вечером, когда солнце уже на закате или уже зашло. Потому что спорт сам по себе вызывает повышение теплообмена. Наши работающие мышцы выделяют очень много тепловой энергии. И если еще добавляется воздействие солнца и общего тепла на улице, то возникает перегрев. На улице можно легкие нагрузки, таких как ходьба, можно поплавать в водоеме, можно покататься на велосипеде, опять же, учитывая все средства защиты, панама на голову, свободная одежда натуральной ткани и обязательно воду с собой. Летом, как правило, много желающих позагорать, но говорят, что солнце, чрезмерное нахождение под солнцем может спровоцировать, в том числе, онкологические заболевания. Как вот себя защитить от этого? Да, действительно, солнце вызывает онкологические заболевания. Особенно первым страдает наша кожа. Такие вещи, как родинки, пигментные пятна, лучше не подвергать воздействию солнечных лучей прямых. Использовать обязательно крема, использовать одежду, которая закрывает наши родинки и не находиться на солнце, в пиковые часы солнечной активности. Также людям, которые уже страдают онкологией, им тем более не стоит выходить на улицу в это время. Лучше раннее утро или вечер. Спасибо большое за интересный и полезный разговор. Будем стараться следить за своим здоровьем особенно тщательно в такую жаркую погоду. На этом пока все. Для вас работала Анна Свидовская. Оставайтесь с Первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Еще больше новостей в Телеграм-канале Мира Белогория. Подписывайтесь и узнавайте о самом важном. В этой студии увидимся уже в следующих выпусках такого дня. Не перегревайтесь и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»